Всем привет, ребята! Наша мама уезжает куда? Мама не уезжает, а улетает. Нет, ну сначала она уезжает в Иркутск, будет там ночевать, а завтра с утра, сегодня, второе число, завтра с утра третьего, с самого утра я улетаю на самолете в Москву. И именно об этом полете будет сегодняшнее видео, поэтому полетели с нами, вернее со мной, ну и Сюльзаком, короче. Пока-пока. Оставайся здесь за старшего. Так, за старшего, Баян, да, всем расскажи, где раки зимуют, как себя нужно вести, вот так скажи, да, вот так, Семочка, и расскажи. Вот так себя нужно вести, понял? Да, вот так себя нужно вести. Пока-пока. Сашенька, она уезжает, пока-пока. Она даже не захочет прощаться и не заходит от тебя. Так же надо делать. У нас всего лишь не будет 4 или 5 дней, да? 4 или 5 дней, давай скажи? 5. Говори маме пока. Вот так. Говори маме пока. Вот так. Давай, Анютка тебя возьмет, да? Говори маме пока-пока-пока. Давай, 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 маме. Пока-пока-пока. Пока-пока. Все, пока. Мама улетела работать и отдыхать снова. Два дня у меня будет работы и два дня отдыха. В общем, остановилась я у друзей. Какой это у вас район, Наташ? Первомайский район. Ребята не видели с ними 4 года. 4. Это семья, короче, у которой я ночевала сколько? Месяц, да? В протяжении месяца, пока я проходила эту автошколу. Вот. Поэтому вот гостюю у них, гощу. Общались тут очень-очень много. И долго. Сейчас будем уже готовиться ко сну. И завтра с самого утра я уже такси вызвала. В 7 часов подъедет сюда такси. И буду выдвигаться в путь, дорожку в аэропорт. Надеюсь выспаться, потому что в самолете поспать, вы помните, кто смотрел мои предыдущие полеты. Но нереально я не сплю сидя. И это, конечно, очень плохо. Но значит будет повод выспаться сейчас. Поэтому для меня спокойной ночи, а для вас продолжается видео. Международный аэропорт. Все, прибыло. Переночевала я у друзей. Встала в 6 утра, в 6.30. Всем такси вот приехало. Меня отвезло. Буду регистрироваться. В общем, буду лететь. Уже побольше постараюсь вам поснимать в Москве. Потому что все одно и то же. Взлет, посадка в самолете. Может какие-то нюансы будут. Короче, буду показывать. Но так сейчас пока все полетели. Обратила внимание, что уже меньше нервничаю. Чувствую себя как рыба в воде в аэропорту. Такая, думаю, так. Уже знаю куда идти. Уже знаю как оформлять все. А первый раз вообще. Как? Что? Как что? Боря звонил. Боря говорю, куда мне то? Боря, где мне то сделать? А сейчас как-то уже проще все так. Оформление, значит регистрация. Потом досмотр, потом посадка. Короче, все знакомо, все понятно. Все, сейчас иду на досмотр. И буду ждать посадки. Мое место посередине самолета. Почти посередине. 11F. Выбираем, стараемся. Сразу на сайте места, возле окошка. Чтобы можно было что-нибудь интересненькое здесь поснимать. Иногда такие картины классные из окна. Когда солнце, или закат, или восход. Или где-нибудь солнце выглядывает из-под точек. Прям очень классно. Если что-то будет, поснимаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Ребят, вы видите мое сонное лицо. Впервые в самолете мне удалось поспать только благодаря тому, что вот это кресло рядом с нами хустовало. Никого здесь не было. Так хорошо. Наверное, пару часов-то я поспала. Сейчас тут будут разносить фруктовые батончики, сок и будем идти на посадку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Я в аэропорту в Москве. Сейчас буду вызывать такси. И быстро-быстро-быстро добираться до места обучения. Потому что там в 11 начало, а сейчас уже почти 11. Короче, опаздываю очень сильно. Еще регистрацию там уже будет пройти. Обучение это по работе. Кто еще не знает, я партнер компании International. Вот лечу на обучение, на повышение квалификации и так далее. Что-то я в тот раз через другой выход выходила, не могу понять, где я нахожусь. Короче, что за выходы? Короче, третий раз. Какой третий? Третий раз я в Москве. Но что-то я этого не видела здесь. Или это какая-то выставка. А, там было вроде пара автомобилей. Но такой выставки у меня не было. Интересно. В честь чего это? Короче, без понятия, с какой я стороны вышла. Вот так выглядит с этой стороны аэропорта. Все. Скорее всего, тогда в тот раз мы увидим. Здесь есть какой-то аэропорта экспресс, хотела такси вызвать. Сейчас спрошу, сколько стоит здесь доехать. Перехожу на станцию метро Площадь Революции. Купила себе карточку Тройка. Для более экономного передвижения по Москве. Потом Боря Путь ехать тоже ему и отдам. Вот. Короче, двигаюсь в метро. Депри, Москвы. Вернее, вот эти вот метрополитен. Это отдельный город, так сказать, вообще. Потому что он охромен. Интересная станция метро такая. И мой поезд пришел, пора садиться. Пытаюсь по навигатору найти Вегас-Сити. Очень здесь ветрено. Метро Мякинина. Вот там вот сзади меня. Лечу, лечу, лечу. Потому что уже все на обучение. Я опаздываю, потому что самолет поздно, прибыль. Вот он, Вегас-Сити-Холл. Пошла искать, где там проходит обучение. Я вам хочу попросить извращения. Прости, пожалуйста. Это перерыв. Сейчас все сходятся. Будет вторая часть. Хотела показать зал, в котором мы собираемся. Вот это все звезды, кто здесь в зале. Доход 25 тысяч. Ну, плюс-минус. Месяц. Возвращаюсь я домой к подруге. Уже с мероприятия. Вот еду в электричке. Ох, давненько в электричке-то не ездил. Не, мы ездили в электричке летом, когда приезжали к друзьям. А так все детство отгоняло. Ну, короче, вот еду сейчас к ней домой. Все, уже отдыхать. Дождь идет. В Москве дождь. Не очень удобно, конечно. Но ничего. Сегодня суббота. Вот в таком районе я освободилась. Слушайте. Остановилась Долгопрудный. Это даже не район. Короче, это за Москвой. Друзей здесь уже у них были. Это, короче, Наташа. Мы с ней дружим еще с Киева. С Украины. Так что вот так вот дружба иногда длится. Многие-многие годы. Это классно, что есть такие друзья, с которыми ты многие годы проходишь. Ну, и остается дружба. Не распадается. Сегодня вот такая классная погода. Вчера лил дождь. А сегодня прям красота. Свежо. Хорошо. У нас в Иркутске уже обед. А здесь только утро начинается. Ну, и мой рабочий день начинается. И учебный день тоже начинается. Я эти два дня в роли студента выступаю. Ну, приехала же я на обучение, правильно? Значит, в роли студента. Вспоминаю, называется молодость. Учусь работать над собой. Вот. Я уже в инстаграме, в прямом эфире говорила. Знаете, почему нас обучают на Академии звезд? Ну, школа звезд, Академия звезд официально она называется. Нас обучают, как причины, почему люди конфликтуют. Как конфликты нужно убирать вообще в жизни, не только в бизнесе. Причина возникновения конфликтов между людьми. Учат, как уважать людей вокруг себя. Учат, что не только деньги приносят счастье. Вернее, не они приносят счастье. Как вам такое обучение по бизнесу, а? Вообще жизненное, а? Поэтому я не только обучаюсь, как правильно работать в компании, а я обучаюсь многим тем вещам, которые нас обычно в сборе обучают в церкви, на собраниях, открывая Библию. И, ну, как бы обучаю таким очень мудрым вещам здесь у нас, которые пригодятся в жизни. Как бороться со своими страхами. Как жить в гармонии с другими людьми. Потому что, если ты человек склочный, если ты человек, там, злой, обидчивый, то и в бизнесе, в принципе, тебе не место. Ну, ты не сможешь. Не, наверное, в бизнесе, где нужно быть акулой, да, но не в этом, где я. Здесь нужно быть добрым, пушистым, уважающим других, ценящим жизнь. Так что, если вы такие, давайте ко мне в команду. Ложь, какие-то подлость. Здесь не приветствуются совершенно, в этой компании. Мало того запрещаются. Вот, это очень важно для меня, как для христианина, потому что, ну, мне было бы сложно работать в компании, где приветствуются эти вещи. Там, да, как у веди партнера называется, перемани клиента. То есть у нас здесь такого нет, и этому не учат, и наоборот, говорят, не дай бог, чтобы это было. Поэтому мне нравится. Начинается следующий день обучения. Буду работать, буду потом что-то вам рассказывать. Мы здесь сели посидеть. Такой ресторанчик. Как называется, ребят? Сколько? Чи. Короче, Чи как Чихуа, как-то ли Чихия. И я сидим, общаемся после события. Иду по вечерней Москве и понимаю, что завтра я смогу выспаться. Потому что обычно такие мероприятия очень много дают хорошего. Очень много. Но голова от них гудит. Потому что, знаете, это как равносильно тому, что... Короче, вам нужно быстро-быстро-быстро взять много белья разного и засунуть в шкаф. Но разобрать по полочкам вы сможете на протяжении только там пары дней. А вот пока, чтобы не терять время, знаете, так... Жиг! Быстро закинули все белье. И оно там в куче лежит в шкафу. Вроде бы оно все есть. А шкаф разрывается на части от того, что там происходит. Вот это делается где-то с моей головой сейчас. Потому что информации очень много дали. И очень важной, и очень серьезной. На совершенно разную тематику. И теперь я иду, я понимаю, что там кусочек того вижу, там кусочек того вижу. А вот привести в порядок свои мысли нужно будет на протяжении пары дней. А сейчас главная задача, это сегодня просто лечь пораньше, выспаться. Немножко, как это сказать, освободить свои мысли от всего. Вот. А завтра уже будет выходной день. Тоже много насыщенных событий. У меня завтра много встреч. Встреча со зрителями запланирована. Встреча с подругой. На службу схожу. В общем, тоже много событий. Но я смогу завтра сделать главное. Это выспаться перед всем этим. Свой разум, волю, сердце, жизнь, Иисусу посвятить. Воспрять, Христов, народ, царя уже зашла. Поверим тебе и поверим, спасаем, будем жить. Мы поверим до конца наших дней. Иисус. Великий царь и творец. Вселенный начала, он и конец. Он наш создание, боже наш Отец. И посты в наших сердец. Пусть бушует шторм и кровь примит Над мурей буду я с тобой молить Мой отец, ты царь, над всей землей Я не боюсь, мой Бог со мной Все, ребят, закончилась служба Я всю службу не снимала, показала вам просто атмосферу, зал, ну что поем Находимся мы вот в этой гостинице отель Бородино Вот такая красивая здесь люстра Столики внизу, ну очень красиво, все, пойдем покажу Проведу вас с собой Стиль такой интересный в гостинице Красиво сделали, оформили все Стильно, что ли Вот видите, такие столики здесь Сейчас на лифте буду спускаться вниз Перезнакомилась я здесь с братьями и сестрами в церкви Новых знакомств завела Лифт прикольный Так что теперь буду, приезжая в Москву Вот сюда приходить на службу Ну посмотрите, как красиво здесь делают Тюльпаны И красиво-красиво С белых Сиреневые, желтые Ой, красота Женщина сейчас садила прям Досаживала, пересаживала Как же это красиво-то смотрится, а Идешь по Москве и видишь море тюльпанов Как будто на поле попал Вот такие трамваи В Москве увидела вообще Как будто бы поезд будущего Знаете, вот эти фильмы смотрели Будущее, короче Такие машины, которые в воздухе летают И трамвай вот такой Знакомьтесь, мой партнер по бизнесу Еще один Вот мы тут едем сейчас На деловую встречу Да, я уже знакомила в инстаграме Это Олеся Короче, мы едем сейчас В парк Зарядье Да, Зарядье, Зарядье У меня там будут встречи со зрителями И плюс мы пообщаемся По вопросу бизнеса Короче, по делам, так сказать Пытаюсь совмещать приятное С полезным У меня пока это получается Ой, какой классный парк Зарядье Вообще красивый-красивый Мне нравится Я как-то так по карте посмотрела Еще сомневалась Но вот попала Лично его посмотреть И очень-очень красивый Вообще Вот такая сцена здесь Сейчас сядем, пообщаемся Обсудим Свои деловые вопросы А потом будем наслаждаться отдыхом Не успела вам снять Только что здесь начался концерт А капельно только что люди здесь пели Поэтому мы ретируемся отсюда Потому что громко не пообщаемся Ретируемся сейчас в столовой И покушаем Потому что прям голодная Я уже завтракала только И пообщаемся Там Красная площадь Тренируется там к параду Смотрю А мы сюда идем Мы в Гуме Такой мост классный есть В общем сейчас все вам покажу Тренируется там к параду Бежим с Олесей прятаться Вот так вот Чтобы не было сорняков И деревьям Потало влаги Короче мне здесь подсказали Как называется этот мост Выносной Здесь очень в парке Много предлагают прогулки На пароходе На пароходе Теплоходе По реке Парящий мост Парящий О Вот его видно Это мы еще не на нем Вон парящий мост Вот почему он называется Парящий Вот так вот Мы находимся над рекой Вот этим приколен этот мост Олеся Ты попалась Да Короче ребята Вот это вот Смотрите Вот это кольцо Мы тут смеемся Мы шли сюда Это кольцо Вот Вот короче его смысл А мы решили Что через это кольцо Если пройдешь И загадаешь искреннее желание Оно сбудется Короче И все подряд Проходим через него Это мы такие Одни особенные ребята Ой я не загадала Пошла по новой Только про себя А почему про себя? Чтоб никто не слышал Короче то же самое Что сказала Только про себя Только вот эта группа людей Знает что я загадала Мы тут мокнем Короче сейчас спешим Бабушку встретить Она вышла в другом месте Спешит к нам И идем в гумба Общаемся Сядем Картина Мальчик рисует Свою семью Красивая Ой класс Видели да? Красивейшее такое Смотрите как красиво сделали Ночью светится В общем ребята Я не знаю что со мной Ничего не снимала Мы так хорошо посидели Соединили три стола вместе Покушали Попили чаю Поболтали Наверное час Часа полтора Наверное просидели И сейчас идем Меня ведут в магазин книг Ищу я Тимофею одну книгу И никак не могу ее найти в интернете Сказали Тане Здесь есть такой магазин Где есть все Я вот попробую что-то Тимофею подобрать Под его запрос Очень-очень хочет он мастерить Вот что-то сейчас буду искать Такая дорожка Фотоаппарат не передает То как это все красиво выглядит Это вообще красотень Нафоткались мы здесь В инстаграме все увидите А пока идем Наслаждаемся вот этим Звездным небом Сова Жорик 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 Привет Ты хочешь на свободу? Да, да Хочу, хочу Жорик на свободу Вот так вот Скажи, хочу Жорик на свободу Хочу Здесь белые голуби Говорю, красиво Все, но не должны так животные жить Не должны И ворона Вышли мы из метро Еду необычным путем Уже не через Как же это его А я на электричку взяла билет обратно Поехали электричкой все-таки Я 40 рублей потеряла Что ж такое 49 даже Ли сколько? Короче, я не знаю Видно меня или нет Но меня тут Новые друзья Не видно? Ну, короче, чуть-чуть Везут на машине домой Мы, правда, доехали до какого метро? Планерная Как? Планерная Короче, планерная Кто знает? Я не знаю Ну, такое метро Вот, сейчас будем до Долгопрудного В общем, что я хотела сказать За все это время Что я потеряла билет на электричку И еду машиной домой Понятно? Все Вот вечерняя Москва Едем, общаемся Это в Бамкаду едем, да? Бамкад Ну, что ж Последний день пребывания моего в Москве Сейчас лечу у нас Пока я здесь была Сломался в ноутбук Вентилятор Хорошо, Боря успел Смонтировать и загрузить видео Поставить на публикацию До того времени Как я приеду домой То есть, видео исправно Выходит на канале В принципе Это большой плюс Но Ноутбук у нас не работает Янгритань Если ты не хочешь выпасть Значит, нашел он в Москве Здесь вентиляторы Если, говорит, не хочешь Выпасть из работы На 10 дней Минимум, говорит Давай быстро покупай вентилятор Перекинул, короче У меня по карточке денежку Выбрал магазин Рядышком, где я сегодня буду Вот сейчас еду покупать Этот вентилятор в ноутбук Привезу Он мне сразу его поставит И улечит сам в Москву А я смогу спокойно работать Монтировать вам Вот эти видео Которые я привезу с собой В принципе, из Москвы Вышла, я приехала На станцию метро Менделевская Как хорошо, когда можно Привет, кстати, в камеру Видно меня Как хорошо, когда можно пользоваться Дублгис Себе поставил, куда тебе нужно идти И пошел по навигатору Короче, это для тех, кто не знает Москвы Интересно, такая здесь есть чебуречная Прикольно сделали А вот еще Я смотрю, в Москве много таких вот приколов Когда как-то необычно оформляют магазины Кафешки Вот так вот мы встретились С моими партнерами У нас рабочая деловая встреча Да, правильно это так называется? Да Сейчас будем попивать кофе И разрабатывать стратегию Успешного роста Наших людей в команде Вот такое кафешечка Хочу показать Это кофейня Кофейня Очень такая уютная, приятная На Тверской находится Иду по Москве До самолета у меня осталось 4 часа И я пытаюсь найти глобус Все-таки попасть в него Вчера, когда после встречи со зрителями Мы пытались сюда дойти Но так и не дошли Библиоглобус называется Так, а где? Где-где-где? Сейчас буду искать, короче Где этот магазин? Мы сейчас подбираем книги Определенные обучающие нашим детям С Пашей я нашла через интернет-магазин Я покажу это у нас на канале Обязательно в обзорчике Книгу о пчелах Он у нас хочет быть пчеловодом Значит, Анютка У нее немножко другие наклонности Ну и... Ага, вот нашла библиоглобус Сейчас покажу Вот так выглядит У нее мы ее сдали на вокал В Еролаш И заказали уже давным-давно Ей все, что нужно было А вот Тимошке никак не можем найти То, что ему надо, книгу Поэтому мне посоветовали Приехать сюда Потому что очень огромный магазин книг Но сейчас я буду выяснять Найду я то, что ему надо или нет Огромнейший магазин Хочу посмотреть Смотри, какой дедушка здесь сидит Ай, класс! Вообще красота! Послали меня в детский отдел Потому что это все взрослые книги Буду сейчас искать детский отдел Ну, короче, вот это магазинище Нашла я Тимошке книжку В Инстаграме я выложила ее в описании Как она выглядит Кто не знает, где наш Инстаграм Переходите в описание видео Перейдете, посмотрите Я, конечно, попробую еще на нее Отдельный обзорчик на канале снять Очень классная книжка И таких сейчас в нем не сыщешь Короче, очень большая редкость Или откопала, нашла Вот здесь в глобусе Ну, короче, в Инстаграме выложила И, значит, переходите туда Ищите, смотрите в ленте И на канале попробую обзорчик еще сделать Сейчас покупаю и быстро в аэропорт Я на станции Домодедовская Отсюда, оказывается, ходит автобус на Домодедово Поэтому буду пробовать добраться на нем Если он редко ходит Ну, короче, посмотрю Буду тогда вызывать такси Потому что сюда я с Домодедова набиралась до такси Такси 600 рублей Короче, минимум А сейчас хочу купить что-то Покушать с собой в этот В аэропорт Чтобы там перед полетом покушать Пришла Торговый центр Домодедовский Сейчас посмотрю, может, какая-то столова есть Короче, что-то буду покупать Потому что не знаю, что будут давать в самолете в этот раз Когда будут, во сколько давать Нужно перед полетом покушать Ну что ж, мой ужин Сейчас кушаю Борщ И картошка запеченная С грибами, короче, такая И буду выдвигаться в аэропорт Картошка вкусная, но ее без начинки брать не стоит Ну, то есть сама по себе Вот я взяла с сыром картошку Она как бы не соленая полностью идет Ну и без начинки такая пресная очень сильно А вот я взяла начинку грибы, соленые огурцы Короче, ну такое Овощи Очень вкусно получается вообще с начинкой Нашла маршрутку до Домодедова От станции метро Домодедовская за 150 рублей В то время такси нанять, чтобы 600 рублей стоит Ну, короче, еду Приехала, вот этот автобус стоит 92 рубля А вот здесь останавливаются маршрутки 38-е По 150 рублей Вот до Домодедовской Ну и вот там вокзал Вот здесь аэроэкспресс получается Вот вход в аэроэкспресс А вот маршрутки Короче, это для тех, кто будет ехать Ну и для Бори снимаем Тоже покажу ему это в видео Где останавливаются маршрутки Ну вот сам аэропорт А вот маршрутки А вот там я садилась на такси Которое стоит 600 рублей Вот так вот, ребят Знала бы, конечно, поехала бы маршрутка Они здесь частенько ходят Ну а теперь хотя бы в одну сторону Хоть поехала маршруточка И приятно Сэкономила, говорю мужу Звоню, говорю, почти 500 рублей сэкономила Вот, все Иду в аэропорт регистрироваться Домодедово Огромнейший аэропорт К какой кассе подходить Вернее, ну к какому окошку регистрации Невозможно узнать Без вот этого табло Потому что, ну, здесь не два окошка То есть очень много Сейчас буду узнавать, куда мне Ох и аэропорт Это одни сплошные дебри какие-то Три этажа Вообще просто Очень много разных кафешек Очень большой аэропорт Все, сажусь в самолет Поужинаем Да буду пробовать спать Или фильмы смотреть Посмотрим Но с утра в Иркутск прилетаю Поэтому, наверное, буду спать Сижу, смотрю кино Два сиденья возле меня пустые Красота, дай бог Сейчас будем идти уже на посадку Олечка уже подъехала в аэропорт Сейчас должен меня встречать там внизу Где же мой любимый муж За которым я так соскучиваюсь И который завтра тоже улетает в Москву Сейчас будем выискивать его Среди встречающих Вон он, вижу, его вижу Говорю, где моя табличка? Бровченко Привет, Кирсин Привет Нету таблички, короче Мы русские, понимаем друг друга Табличка для развития не нужна Не нужна А так, соскучились Короче, сейчас будем общаться Моя любимая булочка меня встречает Там кто-то говорит, что мы слишком тепло К машине относимся как к живому существу А вот любим мы ее очень Просто как технику любим Понятно, что она не живая Понятно, что у нее нет никаких чувств Но вот как технику любим ее Завтракать, будешь? Завтракать, да Кипяточек есть? Кипяток А я только вышла, думаю Так, не, а у меня суп с собой же еще был Суп имеется в виду коктейль Суп очень удобно Завтракать Прошу Спасибо Мой завтрак Вы знаете, только что снимала stories И наконец-то я нашла слова Как объяснить, что такое energy diet Energy diet это как винегрет Как салат какой-то То есть в природе нет салата винегрета Он не растет на дереве Его не выкопаешь из земли Не знаю там, да То есть винегрет это Когда собираются определенные компоненты Отдельно смешиваются в одно место И получается такое как Блюдо Как это сказать Блюдо насыщенное витаминами Вот energy diet это то же самое Это искусственно созданный продукт Из натуральных компонентов То есть винегрет тоже искусственно созданный продукт Человеком из натуральных компонентов Вот то же самое energy diet Сейчас очень популярны Вот кто знает сублимированные продукты Это когда берется продукт Либо из него берется какая-то вытяжка Либо значит это А может Боречка как-то знать Чтоб я на шейкере постоянно не показывала Либо высушивается, измельчается продукт То есть заморозка Ну короче там определенная технология Сублимирования Так вот по сути energy diet Это вот такой продукт В сухом виде Когда берутся натуральные компоненты Из каких-то берется чисто вытяжка Там определенного вкуса, запаха, цвета Других берется полностью компонент Все это измельчается То есть высушивается, измельчается Это я простым языком говорю Понятно, что там технологии очень сложные Все эти там специальные, короче, эти аппараты и так далее Но измельчается И в виде порошка подается человеку Ну да, и ты это все смешиваешь И получается, что здесь полностью натуральные компоненты Которые ты кушаешь уже в результате И почему-то все очень спокойно относятся сейчас в наше время К сублимированным продуктам Очень многие, кто ходят в походы Берут их с удовольствием с собой Но почему-то вот в виде порошка кричат, что химия Ну извините, тогда винегрет тоже химия Потому что он не растет у вас на роде Дело в том, что общественное мнение Нормально относится к детским продуктам в порошке Кстати, да, детское питание А взрослое питание в порошке не принимают Не, почему принимают? Ну очень немного Но принимают, наверное, те, кто понимает важность этого Вот я же говорю, кто на байдарках ходит Кому важно с собой брать пакетики сушеного Которая имеет много ценностей и мало веса Меня поймут те, кто ходит в горы Поймут те, кто ходит на сплавы В далекие походы с рюкзаками Вот им, поверьте мне Вот здесь, например, килограмм морковки в одной порции Ну, грубо говоря, давайте будем говорить Там биштекс, не знаю, три яйца Что там еще? Лук, луковица, короче Вот все компоненты, которые нужны, человеку съесть за раз Но в сухом виде Столько там грамм? Тридцать Тридцать грамм А, тридцать грамм Вот тридцать грамм Потому что оно все высушено И вытяжки идут Всяких витаминов, минералов и так далее А вода с родника? А родник ты уже просто пьешь Это все разбухает Клетчатка здесь и все И получается Ну, сами понимаете С собой потащите это все в рюкзачке Так это на один раз поесть На тридцать дня, на две недели Всего Поэтому обычный продукт Обычный коктейль Который удобно кушать Который удобно брать с собой В самолете вот я ела В Москве я ела Не было возможности показать Потому что быстро-быстро бежишь дальше Вот, ну вот сейчас вот приехала, показываю То есть кушаю Короче, ем энерджи диет равно винегрет Очень нравится Полезно Классно Смертельный номер Мы на самом деле не просто в этом говорим Мы это едим Это у меня супчик, кстати Многие его бьют с этими сухариками То есть выливают в тарелку сухарики Зелень добавляют Ну, как бы, в принципе, вот так вот мы кушаем Короче, едем домой Не, мы сейчас не домой Давайте так На этом видео буду заканчивать Потому что у нас еще дела в городе Боречка меня встретил Дети с няней А в следующем видео Я покажу, какие подарки детям привезла Ну, не всем Короче, кто видел предыдущее видео Или в этом видео показывала В общем, я купила кое-что Тимошке Но потом покажу более подробно, что это Как дети встретили Как мы сегодня с Борей полдня проведем в городе Чем мы будем заниматься Все об этом смотрите в следующем видео А сейчас пока-пока На этой классной ноте будем заканчивать Все, до новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok